Презентация книги «Память о прошлом не знает забвения» прошла в Щелковском историко-краеведческом музее. Ее подготовила для широкого круга читателей председатель Щелковской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Алла Дубенко. Она собрала под одной обложкой воспоминания более 50 ветеранов бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. На презентацию книги и на встречу со школьниками приехали люди, испытавшие в детстве ужасы пребывания в плену у немецко-фашистских захватчиков и фактически оказавшиеся тогда на грани выживания. Самые немыслимые и страшные зверства фашизма – ловеря смерти. Конституционные ловеря – это места массового заключения и физического уничтожения, как гражданского населения, так и военных лиц. Это решение свободы с особо тяжким режимом. Это система кровавого террора, жестокие истязания, пыток, избиений и прямых убийств. На презентации выступил полковник Влада Зрнич. Ветерану 89 лет. Он проживает в Монино. В войну еще совсем мальчишкой он на территории Сербии, занятой немцами, оказался свидетелем и участником событий 1941-1942 годов, связанных с сопротивлением местного населения оккупационным войскам. Об этом Влада Душанович написал воспоминания, в том числе о развернувшейся на его глазах тогда 12-летнего мальчишки, одной из операций партизанского отряда, попавшего в окружение и выводившего с боями еще и местное население. Это была одна из больших историй партизанского движения, одно из первых сражений, на котором наши земляки, наши предки показали героические свои качества в центре Европы, без всяких союзников, не имея ни связи, ничего, подняли восстание. Ну, отряд, конечно, вышел из окружения, вышел с большими потерями. На презентации книги «Память о прошлом не знает забвение» прозвучало выступление ветерана-летчика Владимира Давыдова, который тоже живет в Мониной. Интересная подробность. Самолет, на котором он летал, находится в музее ВВС. Владимир Иванович рассказал о своем детстве, которое выпало на годы войны, и потому о таких людях, как он, можно с полным правом говорить «Дети войны». В презентации книги принял участие бывший несовершеннолетний узник фашизма Валентин Сергеевич Червяков. На мероприятии побывали школьники, участвующие в работе Щелковского отряда юноармии. Они лично увидели людей, для которых книга «Память о прошлом не знает забвение» – это их собственная жизнь и собственная биография. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.